В этом году мы решили присудить премию 2016 года, и для него это абсолютный сюрприз. К профессору Джованни Бадзоли. Бадзоли это один из крупнейших итальянских банкиров всех времен, хотя он так в шутку повторяет, что он стал случайным образом банкиром. В 1982 году он с нежеланием того делать, но согласился постараться возродить новый амбразианский банк, потом присоединяет к ним коммерческий итальянский банк, и был его президентом до 2016 года, как президент Интези Сан-Пауло, который благодаря его стратегическому видению и его решительности является первым банком в Италии и третьим в еврозоне. Джованни Бадзоли из-за своей чувствительности как католик, светский и либеральный человек, он получал образование на основании российских, русских классиков. Достоевский, Толстой, как раз те писатели, которых он до сих пор больше всего признает. Он следует за исторической эволюцией от Советского Союза к России с большим интересом, и часто бывал также и как раз незадолго до окончания Советского Союза в разных странах бывшего Советского Союза, чтобы встретиться с банкирами, предпринимателями, представителями культуры, политики. Ему, в Интези Сан-Пауло, он сейчас является почетным президентом. Благодаря ему имеется в банке самая обширная коллекция русских икон, которые находятся вне России. От второй половины XIII века до первой половины XIX века. И которые экспонируются постоянным образом в Вероне, в дворце Монтанари. Сразу после создания нового Амбрусиану Венету он способствует его открытию филиалу в Москве и стимулирует создание первого банка с полностью итальянским капиталом, то есть теперешний банк Интеза. Для Джоанни Бадзолли Россия это не просто важный рынок для развития сделок, но также и стратегическая жизнь, стратегическая страна из-за своих культурных и религиозных ценностей и для международной безопасности. В стране Пушкина Бадзолли любит эту страну, именно поэтому мы его сегодня примеруем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Я искренне, сердечно благодарю за такое признание. Было сказано, что это был сюрприз. И думаю, что это подтверждается тем фактом, что я еще и опоздал, то есть приехал с опозданием на прием этой премии. То, что сказал профессор Фаллико, все правда, что касается моей любви к России. Однако считаю, что мне надо немножко все-таки понизить тона относительно моей роли, потому что до тех пор, пока я был президентом Интези Сан-Паулова, я был не оперативным президентом. Так что фактически я ограничивался поддержкой нашего банка, призывал его пользоваться теми невероятными возможностями, потенциалами, которые могла предложить Россия. Я особо удовлетворен тем фактом, что такое признание мне делается сейчас, когда я уже не президент, поскольку почетный президент – это нечто, что подчеркивает прошлое и представляет лишь пожелание относительно частной жизни того человека, который был президентом. Но во всем этом я хочу увидеть как бы призыв, и поэтому я особо признателен за эту премию, призыв продолжать как частное лицо в этих великолепных отношениях, которые у меня были с Россией, и с теми людьми, с которыми я там познакомился, и с которыми я остался в дружеских отношениях. Могу лишь обещать одно, что как частное лицо я продолжу обращаться к моей стране на всех уровнях, так что не только в банке, но на всех уровнях – экономическом, политическом, духовном, культурном – призывать, считать Россию, какой она является и какой она всегда была. То есть страна, которая тесно связана с Италией. И думаю, что вот такого рода призыв целесообразен в любой момент, но, вероятно, сегодня особым образом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.